Вы знаете, где я сейчас стою? На автобусной остановке у Невского пассажа. Стою, потому что присесть здесь негде. Еще весной здесь был оборудованный остановочный павильон при ларьке, но ларек снесли, и все удобства исчезли вместе с ним. Несколько лет назад городские власти начали довольно активно бороться с незаконно установленными объектами на городских улицах. А вместе с незаконно установленными объектами исчезли и остановки. Ну вообще я на этой остановке бываю очень часто, поскольку посещаю храм Александра Невского. И для меня небезразлично, что с этой площадки убрали остановку для городского транспорта. Потому что это была, знаете, одна наиболее удобная по оснащению остановка. Тут можно было сесть, тут было близко и безопасно подойти к транспорту. Вот, вначале убрали остановку с ларьком, потом появился второй ларек, потом и его, Алонию, убрали. Но взамен-то ничего не появилось. Вы знаете, вот последней каплей для меня обратиться к вам была прошлая суббота, когда я поехала на Шотмана, мне надо было в одно учреждение, и попала под дождь. Я думала, я сейчас спрячусь на остановке Шотмана. Вот, когда я вышла из автобуса, увидела, остановки нет ни крыши, ни скамеек. Я справила свои дела, пришла на вокзал на железнодорожный. И к моему удивлению, там были снесены крыши над скамейками. Ну, естественно, я промокла до ниточки. Вот это было последней каплей, чтобы обратиться в ваш адрес. Потому что в мэрию обращаться бесполезно. Вообще удивляешься, кому это получено, и какой головой люди думают, когда это все делают. В общем, хотели, как Сергей Собянин, а получилось, как всегда. Вот так и сидим.